Господи Божий мой, натяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в неделю крестопоклонную, за богослужением читается Евангелие от Марка с 8 главы 34 стиха по 1 стих 9 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь, иже хочет по мне идти, да отвержится себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. Иже, боаще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою меня ради Евангелия, той спасет ю. Кайбо польза человеку, аще приобрещет мир весь и ощетит душу свою, или что даст человек измену на души своей. Иже, боаще постыдится мене и мои словес, вроде сием прелюбоденем и грешнем, и сын человеческий постыдится его, игда придет во славе Отца своего со ангелы святыми. И глаголуши им, аминь глаголю вам, яка суть нецы от здесь стоящих, иже не имут в кутите смерти. Донде же видят царствие Божие, пришедшее в силе. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Сказал Господь, кто хочет идти за Мною, отвергнись себе, возьми крест твой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет во славе Отца своего со святыми ангелами. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». В этом евангельском отрывке, дорогие братья и сестры, каждое слово Спасителя является важным для понимания самой сути христианской жизни. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною», говорит Господь. Что значит отвернуться себя? Это значит, что необходимо отвергнуть свое «Я», подчинить свою волю воле Божией. «Если, подчиняясь безропотно воле Божией и неся свой крест за Христом, мы и подвергнемся тяжким испытаниям и страданиям в этой жизни, то тем самым спасем свои души и приобретем сокровища на небесах. Если же захотим свою волю ставить выше воли Божией, то повредим своим душам и лишимся блаженства в будущей жизни». Свидетель Игнатий Брянчанинов поясняет. «Взять крест свой – значит с покорностью и смирением подчиниться тем временным скорбям и бедствиям, которые благоугодно божественному промыслу попустить нам в очищение наших согрешений. Кто принял крест свой, отвергшись себя, тот примирился с самим собою, с обстоятельствами своими, со своим положением, внешним и внутренним, тот только может разумно и праведно последовать Христу». Христианин должен осознать, что жизнь дана ему не для того, чтобы беречь ее для себя, а для того, чтобы, по примеру Христа, жертвовать ею для других. Кто хочет спасти свою жизнь, отвергаясь Господа или предавая заповеди Его, тот погубит все надежды на жизнь, которую Спаситель приобрел для него такой дорогой ценой. Нам стоит также обратить внимание на очень важные обстоятельства. Когда мы несем свой крест, исполняя волю Божию, Господь никогда не оставляет нас без духовных учешений на этом пути. Какими бы значительными ни были внешние трудности, Господь всегда остается с нами, укрепляя наши сердца действием Своей благодати. В этом евангельском отрывке мы также слышим слова Спасителя о вознаграждении верных и воздаянии неверным. «Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодеянным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Христианство всегда встречается с трудностями в этом сложном и враждебном мире. Человек, который в таких обстоятельствах стыдится проявлять себя христианином, боится показать, на чьей он стороне, не может надеяться занять место в грядущем Царстве Божием. Блаженный Феофилакт замечает, «Недовольно одной внутренней веры требуется и исповедание уст, ибо как человек двойственен, то двоякое должно быть и освящение, то есть освящение души посредством веры и освящение тела посредством исповедания. Итак, кто постыдится и исповедать распятого своим Богом, того и он постыдится и признает недостойным рабом своим, когда приидет уже не в смиренном виде, не в уничижении, в котором являлся здесь прежде, и за которые некоторые истыдятся его, но в славе и с воинством ангельским». Также Господь открывает одну небольшую тайну людям, которые слушали Его. «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, приходящее в силе». Это была потрясающая истина, что еще при жизни многих из присутствовавших там, вопреки всем ожиданиям, христианство явилось в силе, распространившись по всей Малой Азии, Антиохии, проникнув в Египет через Средиземное море, достигла Рима, и после охватила всю Грецию, а затем достигла и пределов нашей страны. Борис Ильич Гладков пишет, «Из апостолов, которым были обращены эти слова, последним умер Иоанн. К концу его жизни общество верующих во Христа, объединенных любовью к Богу и ближним, было, несмотря на гонение, настолько уже велико, что он действительно удостоился видеть Царствие Божие, пришедшее в силе». Каждому из нас, дорогие братья и сестры, открывается это Царствие Божие, пришедшее в силе, и не только во всей внешней красоте христианства, но и во множестве святых, являющих в своих житиях славу Божию. Однако Господь призывает нас не просто увидеть славу Божию, а стать ее сопричастниками. И это возможно, только если мы отсечем все греховное, все то, что не соответствует Евангелию, возьмем свой крест и, исполняя волю Божию, последуем за Христом. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на тебя упова, спаси меня от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok